Главный вор в законе раскрыл свои планы после депортации из России следствия и суд силовые структуры. 10.19. 9 апреля 2019 года главный вор в законе раскрыл свои планы после депортации из России. Тария Ланяне. Фото, Владимир Остапкович, ТАСС. Продолжение, главный вор в законе России вышел на свободу. Вор в законе Тария Ланяне, известный в криминальных кругах как Таро, после освобождения из колонии в России собирается жить в Турции. Об этом сообщил адвокат Александр Кабоидзе, передает Prime Crime. Тарий Элот был наказанием в России, и подтверждаю, что он приедет в Турцию, в Стамбул. Российская Федерация установила ограничения не только для него, но и для воров в законе в целом. По моей информации, он пока что собирается жить в Турции. Он не является гражданином Грузии, сказал защитник. 61-го летний глава кутаийского воровского клана Тария Ланяне во вторник, 9 апреля, должен досрочно освободиться из колонии особого режима номер 6 «Черный дельфин» в Солилецке. В июле 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил его к 10-му годам заключения за похищение человека и вымогательство. Этот срок истекал 11 июня 2019 года, но Таро удалось добиться сокращения наказания до 9 лет и 10 месяцев. По данным СИН, авторитет был неспокойным сидельцем. Во время заключения Таро допустил 253 нарушений порядка, за что его дважды помещали в карцеры 8 раз в штрафной изолятор и помещение камерного типа. Поощрений не имел. МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдворении криминального авторитета. Его депортируют из России сразу же после освобождения из колонии. Разбалт указывает, что Аняни на данный момент является самым влиятельным авторитетом в криминальном мире. После его освобождения обострится борьба за место вора в законе номер один. Таро разыскивается правоохранительными органами Испании за отмывание денег и организацию преступного сообщества. Однако источники издания сомневаются, что авторитет попадет в руки испанского правосудия. Они полагают, что Аняни депортируют в Грузию. Откуда он, вероятнее всего, переберется в Турцию. Там он, как отмечается, сможет реализовать свои планы и созвать масштабную сходку криминальных генералов, чтобы решить вопросы, связанные с верховенством в воровском мире. Обратная связь с отделом силовые структуры. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новости или идея для материала, напишите на этот адрес crimeatlantico.ru, что происходит в России и в мире. Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Продолжение следует... Продолжение следует...